Хакасский язык – тюркский язык, на котором говорят хакассы, которые в основном проживают на юго-западе Сибирской Хакасской Республики, или Хакасии, говорят на хакасском языке. Большинство носителей хакасского языка владеют русским языком на двух языках. Традиционно язык хакасски делится на несколько близкородственных диалектов, которые принимают их именно из разных племен – Сыгай, Кача, Куйбаль, Бельтир и Кизыл. Фактически, эти названия представляют собой бывшие административные единицы, а не племенные или языковые группы. Люди, говорящие на всех этих диалектах, называли себя просто тадарам – татарским. Первые крупные записи на хакасском языке относятся к середине XIX века. Финский лингвист Кастрин, который путешествовал по Северной и Центральной Азии между 1845 и 1849, написал трактат на диалектику и Балли записал эпос. Вильгельм Радлов много путешествовал по Южному Сибирскому региону в период с 1859 по 1870 год. Результаты его исследований были, среди прочего, опубликованы в его четырехтомном словаре и в его десятитомной серии тюркских книг «Точка тексты». Во втором томе представлены его хакасские материалы с немецким переводом. Девятый том с русским переводом был подготовлен учеником Радлова Катановым, который сам был Сагаем, и содержит дополнительные хакасские материалы. Хакасский литературный язык, получивший развитие только после революции 1917 года, основан на центральных диалектах Сагая и Кача. Диалект Бельтир был в значительной степени ассимилирован Сагаем, а диалект Койбал – Кача. В 1924 году был разработан кириллический алфавит, который был заменен латинским в 1929 году и новым кириллическим алфавитом в 1939 году. В 2012 году экспедиция «Несокрушимые голоса» задокументировала ксизилский, произносится хизл – язык из республики Хакасия. Официально считающийся диалектом хакасы, его носители рассматривают кизл как отдельный язык. Люди, которые говорят на языке фую киргизского, возникло в Енисейском районе Сибири, но были перемещены в Джунгарского ханства под Джунгар, а затем цин переместили их из Джунгарии на северо, востоке Китая в 1761 году, а название может быть связано с выживанием – общее племенное имя. Енисейские киргизы были обязаны платить дань в соответствии с договором, заключенным между джунгарами и русскими в 1635 году. Знаменосцы Сибири размещались в Джунгарии, в то время как северо-восточный Китай, Манджурия, находился там, где находились некоторые из оставшихся ее лет-айратов. Депортирован в бассейн. Но он не был местом, где поселились депортированный айрат и лед. Енисейские киргизы были депортированы вместе с и лед. Китайский и айрат заменили айрат и киргиз во время манджоу-го в качестве двойных языков, но на основанных енисейских киргизов. Современные киргизы изначально жили в том же районе, что и носители фуиского киргизского языка в современной России. Эти киргизы были известны как енисейские киргизы. Сейчас говорят на северо, востоке Китая, Холонзян провинции, в районе Фуи, Цицукар, 300 км к северу, западу от Харбина, небольшим количеством пассивных акустических систем, которые классифицируются как иргизская национальность. Хакасский язык является частью южно-сибирской подгруппы тюркских языков, в которую, помимо хакасов, входят шорский, чулымский, тувинский, товский и алтайский. Язык из тюрка-язычных уйгуров ганьцу и фуи киргизского языка. Небольшой группы людей в Маньчжури также имеют некоторое сходство с языками этой подгруппы. Хакасский язык также был частью более широкого языкового ареала, охватывающего южно-самодейские языки камазский и матерский. Отличительной чертой этих языков с хакасским и шорским является процесс назальной ассимиляции, в результате чего небная ступень в начале слова, во всех этих языках от более раннего небного аппроксиманта йод, развивается в альвеолярный носовой, n, или небный носал, n-слеж, когда за ним следует другое слово, внутренняя носовая согласная.